Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новость Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главном. Анапа – безопасный город. На территории муниципального образования вводятся дополнительные меры по противодействию терроризму. Летний сезон не за горами. Городские коммунальщики и жители курорта наводят порядок в Анапе и призывают внести свой вклад в общее дело. Поздравляем с очередной победой. Анапчанин выиграл серебро на первенство Южного федерального округа по боксу среди юниоров. Практику въездных планерных совещаний вернул в рабочий график администрации города-курорта глава «Напа» Сергей Сергеев. Сегодня первая такая планерка прошла в Гостогаевском сельском округе. Перед ее началом Сергей Павлович проехал по Гостогаевской и сделал остановки там, где назрела проблема и нужно найти решение. Во время сильных дождей улицу Степную в Гостогаевской топит. Причина в близком залегании грунтовых вод и естественном уклоне. Просто отсыпка щебнем делу не поможет. Нужен водоотводный канал. Почему пустуют и порастают травой земли сельхозназначения, когда угодья возделывались и водосток был естественным? Встретиться с владельцами массивов и выяснить их планы на землю. Поручение для заместителя главы. Заброшенные пустыри в округе не нужны. Вот здесь то же самое, он сейчас рассказывает, здесь фермеры, да? Почему они держат, допустим, казачество, фермерское хозяйство, держат землю и не обрабатывают ее? Почему? Почему они не занимаются? Земля же становится чем? Пустыней, правильно? Она зарастает. Зарастает и становится пустыней. Почему этого нет? Алексей Сергеевич, давайте, не сидите в кабинете, сюда выезжайте, вот на эти вопросы отвечайте. Он же отвечает сейчас, говорит, когда здесь пахалось, когда здесь обрабатывалось, здесь не было воды. Через Гастагаевскую проходят краевые трассы. Их содержание не ограничивается только ремонтом. Краевым дорожным службам необходимо напомнить об обеспечении безопасности водителей и пассажиров. Это же краевая, так точно. Краевая. Где трассы? Скажите, это же для людей. Вот сейчас обследовать, если хотя бы даже от ДК взять. И на выезд из ДК. Ну вот, у нас этот трассовый. И по краевой нет ни одного этого павильона остановочного. Смотри, старый маршрут ходит. Ни одного. И освещение. Дорога проходит по населенному пункту. Она должна освещаться вся. От начала станицы до конца. Самый наболевший вопрос Гастагаевской – отвод земельного участка под новое кладбище. На Старом Богосте уже нет места для захоронений. Новый участок выбран в районе Сот-Черемушки. Сергей Сергеев дает поручение ускорить процесс оформления земли и начать его благоустройство. Три векта. Туда, да? Да, да. Одна дорога есть. По уму надо той дороги рассыпать. Надо рисовать. Рисовать. И Анжелика Анатольевна. Смотреть, с какого квартала, делить его на кварталы и смотреть, откуда мы начнем. Давайте тогда его рисовать. И в натуре на землю выносить. Работа главы и его заместителей продолжилась на планерном совещании в станичном ДК. Работу выездного планерного совещания в Гастагаевском сельском округе глава АНАПа начал с минуты молчания в памяти о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. О дополнительных мерах обеспечения безопасности на территории курорта доложил заместитель главы Валерий Королев. Затем участники планерки вернулись к обсуждению повестки дня. При цели внимания заместителей сегодня Гастагаевский округ. Светлана Яровая сообщила, что 6 апреля к Гастагаевцам приедут специалисты администрации рассказать о госпрограммах по улучшению жилищных условий. Подробнее Светлана Владимировна остановилась на вопросе газификации округа. В Гастагае построено два газопровода высокого давления. Люди получают технические условия, но останавливаться на этом нельзя. На сегодняшний день у нас четыре проекта, которые прошли экспертизу на общую сумму, если реализовать и построить, более 40 миллионов, но при этом будет возможность газификации почти тысяча домов, точнее 941 дом на сегодняшний день по информации. Поэтому, Ольга Викторовна Антоненко, мы с вами давали заявки и податайство соответствующие Министерства, Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и энергетики. И я прошу вас повторить наши заявки с расчетами с целью вхождения в эти программы. Вопросы ЖКХ впервоочередных. В модернизацию сетей энергоснабжения округа Кубанинерго вложили свыше 10 миллионов рублей. Обновляется система водоснабжения. По улице Советской и по улице Краснохлодской мы заменили 2 километра водопровода. Но мы, как обычно бывает, хорошее дело сделали, но поступают жалобы от жителей о благоустройстве. И, Ярослав Андреевич, я знаю, что вы сейчас восстанавливаете все, что было нарушено. Я вас очень попрошу все это восстановить, все в соответствии с правилами благоустройства, чтобы нареканий от жителей не было. Также водоканалом у нас заменена, замена прошла водопровода по улице Урожайной, по улице Северной, по улице Весенней, по улице Мира. На Комсомольской на прошлой неделе завершили работы на насосной станции и подключили электричество. То есть работы, масштабные работы продолжаются. Дороги сегодня тема номер один для любого округа. Для Гастагаевского определена сумма 9 миллионов рублей. В дополнение выделят щебень для отцыпки дорожного полотна. Сергей Павлович, у нас на сегодняшний день есть уже контракт на 9 с копейками миллионов именно только по Гастагаевской. Контракт уже подписан. Согласовано с каждым главой сельского округа все улицы, которые вошли в аукцион. Останетесь, покажете, проедете эти улицы. И расскажете людям. И скажете дату, когда это начнется. То есть 20 апреля, 10 апреля, 1 мая. Понятно, что возбудятся другие, у кого не будет этого ремонта в этом году. Но заодно и узнаем. Но там, где не может проехать скорая помощь, там, где не может проехать пожарная машина, в первую очередь. Я не говорю, что там должен быть асфальт. Но дорога в твердом исполнении быть должна. Практика выездных планерок станет постоянной. Участники совещания сами, жители округа, отмечают. Полезно иногда окунуться в общие дела и задачи, не ограничиваясь только заботами своего учреждения. В каждом, наверное, сельском округе очень много проблем. Как бы каждый видит свои чаще всего проблемы. Вот я как бы знаю проблемы 15-й школы. Но вот присутствую сегодня на планерке, и я почувствовала, что есть как бы другие, еще и другие более значимые проблемы. И ты уже начинаешь видеть решение своих проблем в ракурсе именно сельского округа. Уважаемые жители и гости Анапы, проявляйте бдительность. Незамедлительно сообщайте об отозрительных лицах и бесхозных обнаруженных предметах по телефону 02-468-82-528-59-051. И к другим темам. В текущем году фестиваль культур проходит в рамках празднования 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия начала освоения казаками кубанских земель. На мероприятие пришли юные патриоты, в том числе воспитанники казачьих классов. Сегодняшнее мероприятие начиналось с минуты молчания в память о погибших от взрывов в метро Санкт-Петербурга. На специальном круглом столе отметили, что одна из задач, которая сегодня стоит перед казачеством – защита права всех народов, живущих в Краснодарском крае, на мирную и спокойную жизнь. В Анапе сегодня проживают представители 80 национальностей. Сегодня мы должны воспитать подрастающие поколения. Да и не только подрастающие. Духи патриотизма и уважения к своей родине. И кто не как наше казачество, наши уважаемые братья казаки должны стать на защиту своей родины, своего отечества. Славим нас всегда, эта казачество, тем, что в трудную минуту она сплачивалась, она концентрировалась в отрядах. Александр Смирнов приветствовал участников фестиваля культур, который в этом году посвящен 80-летию образования Краснодарского края. Традиционные песни в исполнении солистов ансамбля «Соловейка». В зале воспитанники казачьих классов, участники набирающего силу юно-армейского движения. Так замечательно, что в рамках вот таких прекрасных мероприятий мы объединяем все лучшее, что есть у нас. Это и традиция, это и культура, это понимание того, что без прошлого нет будущего. В этом году исполняется 225 лет со дня начала освоения казаками земель на Тамани и вокруг русла реки Кубань. Это был российский форпост во времена затяжных русско-турецких войн. Сегодня действующая власть помогает казакам вернуться к традиционному крестьянскому укладу жизни в мирное время. В том числе и в Анапском районе. Обществу выделяются участки земли под пашню. Деньги, вырученные от продажи сельхозпродукции, пойдут на развитие казачества. Взаимопонимание есть. Земля выделяется из краевых фондов, из муниципальных фондов. Те вопросы, которые возникают с администрацией города и районным казачьим обществом, они решаются плодотворно. Экономическое укрепление экономики всех казаков, всего казачьего общества. Чтобы можно было заниматься на эти деньги с детишками казачьих классов, можно было их возить по местам военно-патриотическим, по героическим местам, в тот же Брест, Волгоград, города-герои и так далее. Это спортивные мероприятия, спортивные секции. Уже в этом году соберут первый урожай. Тогда же подведут первые итоги. По словам Сергея Базеля, речь может идти как о выращивании овощей и пшеницы, так и о долгосрочных проектах, например, закладке виноградников. Подготовка к всекубанскому субботнику идет полным ходом. За два месяца Анапа в прямом смысле расцвела. Появились новые клумбы, полисадники. Из парков были вывезены сухие ветки и высажены новые деревья. Свой вклад внесли и коммунальные службы. Они перешли на усиленный режим работы. На сегодняшний день посажено около 500 деревьев. Посажено кустарников около 300. Газонов засеяно тоже 2000 квадратных метров. Очищено от мусора эти площадя, парки, скверы, кладбища – 728 тысяч квадратных метров. Отремонтировано тротуаров около 150 квадратных метров. Установлено урн для сбора мусора. В местах общего пользования порядка 30 новых урн было установлено. Ликвидировано стихийных свалок – 17 штук. Полностью по территории муниципального образования Курт-Курт-Анапа. Ну и также в рамках двухмесячника также было восстановлено уличное освещение. Вывезено отходов мусора порядка 170 кубических метров. Запланировано посадить деревья, кустарники, засеять газоны, посадить цветники, очистить мусор территорий, площадей, парков, скверов, кладбища. В рамках этого субботника, который будет проведен 8 апреля, все подвесные учреждения, управления, администрации будут задействованы в этом мероприятии. Однако, по мнению городских коммунальщиков, многое зависит и от самих жителей. Благоустройство и озеленение нашего города – дело общее. Мы всех жителей неравнодушных приглашаем 8 апреля принять участие в Восекомодском субботнике, навести порядок при домовых территориях, в парках, сферах тоже выходить. В общем, принять участие. Во Всероссийском детском центре смены прошел ЭКО-день. В нем приняли участие 600 мальчишек и девчонок с двух образовательных программ, участники Всероссийского фестиваля Добра и географического проекта РГО «Мир открытий». С самого утра проверкой состояния территории занялся специально организованный ЭКО-патруль. Один из примеров того, что нужно беречь экологию. Не нужно бояться этой грязной работы, потому что действительно приятно. Глаз радуется, когда ты видишь чистую траву, где не валяется мусор. Поэтому давайте начнем с себя прежде всего. Продолжила день акция «Чистый берег» и высадка можжевеловых кустов. На большом экологическом уроке ребята узнали, почему сбор макулатуры может спасти сотни деревьев и сыграли в ЭКО-викторину. Здесь они имеют возможность не только сделать это своими руками, но и понять, зачем это делается, прочувствовать. И потом, вернувшись к себе домой, уже более осознанно делать какие-то экологические проекты, их реализовывать. Яркое завершение дня – флешмоб «Доброе признание». Вместе с 300 юными добровольцами в акции приняли участие прославленные российские спортсменки. В муниципалитете завершился осенне-весенний цикл «Дни здоровья» для жителей сельских округов. На профилактических мероприятиях селяне имели возможность посетить узких специалистов лечебно-профилактических учреждений Анапы и пройти лабораторно-диагностические обследования. В минувшие выходные в станице Гостогаевской состоялся День здоровья для селян. Станичники впервые смогли оценить удобство современного мобильного малодозного флюорографа. Всего же было осмотрено 206 человек. Проведены более 500 консультаций, исследований и измерений. Все посетившие мероприятия имели возможность получить заключение специалистов о состоянии здоровья и в случае необходимости рекомендации по дальнейшему обследованию, а также советы по вопросам здорового образа жизни. В связи с высокой социальной значимостью по поручению главы города-курорта Сергея Сергеева для жителей сельских округов будет разработан и утвержден план Дней здоровья и в осенне-зимний период. В городе Оксай Ростовской области завершилось первенство Южного федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. Анапскую школу бокса представлял воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер один Артур Дедяев, победитель прошлогодних первенств в Кубани и ЮФО. 17-летний Анапчанин провел четыре боя, три из которых выиграл за явным преимуществом. Четвертый бой вызвал расхождение судей и победа была присуждена ростовчанину, хозяину турнира. В результате у нашего земляка серебряная медаль и выполненный норматив кандидата в мастера спорта. Тренирует Артура один из опытнейших и заслуженных тренеров спортивной школы Олимпийского резерва номер один Иван Иванович Горбунов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию, доверяйте на свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.